Добрый день, друзья мои, гости канала. С вами Алина, и вы на канале Израиль. А нас и про нас. Друзья мои, мы на улице Смелянске. Центральная улица Натании, которая ведет прямо на площадь независимости. Мы приходим к улице Герцель. Это улица самая центральная. От моря до трассы, до главного универмага. Есть у нас новости, друзья мои, в Израиле. С прививками и с положением битхоний носа. Это вот как называется. Сейчас я это вспомню. В общем, я хочу вам сказать, что 3,5 миллиона израильтян сделали прививку. Я говорю про жителей, не про которые, у которых нет паспорта. Мы говорим сейчас про тех, у кого есть паспорт. В Израиле пропись населения была 8 миллионов, я знаю, последний раз, по последним данным. Я думаю, что сейчас уже больше, конечно. Но прививки от фирмы Pfizer первую сделала 3,5 миллиона. Это полстраны, а 2 уже сделали полтора миллиона. Наша полиция нас бережет, друзья мои. Я одеваю маску, потому что еще мне не вернули штраф, который не отменили, который дали. Так я не хочу получить второй. Я не сделала никакой прививки. И очень страшное положение у нас идет с верующими евреями, с пейсами. Они тоже никого не слушают. Самый большой процент заболеваемых коронной 21, это у верующих. 11% из всех заболевающих это арабское население, мусульманское. И 7% это неверующие евреи, будем говорить так. Друзья мои у меня просили, чтобы я подошла, спросила у маклера. Вот сейчас я иду для вас узнать у маклера про однокомнатную квартиру, если ему будет что сказать. Хочу вам показать магазин. Что я могу вам сказать? Мы говорили о верующих евреях, и они никого не слушают. Не слушают правительства, не слушают ничего. Слушают своих раввинов. И из-за этого получаются большие проблемы. Потому что раввин говорит, что надо учиться, и нету короны. Ему 98 лет, Рав Каневский, или 97 лет, он заболел короной. Они сказали, если он выздоровеет, ему 97 лет, значит никакой короны нет, и не морочите голову. Ну, конечно, Рав выздоровел. И все, и начали открывать все их учения, их школы. Правительство не слушают. Очень много забастовок, очень много таких накаленной обстановки у нас. Неделю назад президент Виви Натаниал со своей семьей пошли в бомбоубежище. Они боялись за свою жизнь. Люди в каждый муцей, шаббат, выход каждой субботы вечером, это значит, когда появляется первая звезда, когда появляется первая звезда каждый вечер, это значит, уже наступил следующий день. И каждый шаббат, когда наступает вечер, начинают из забастовки возле дома нашего президента в Иерусалиме. И он идет в бомбоубежище. А нам куда идти? Друзья, я хочу вам показать. Это улица Смелянский. Очень красивая, очень много магазинов. Магазины, которые для еды, для нужды, они могут быть открыты. В воскресенье должны открыть парикмахерские, кто работает один на один, маникюр, универмаги, одежду, обувь. Это они открыли. И по плохому примеру наших евреев, верующих, они говорят, что мы тоже будем открывать, независимо от того, как решит правительство. И это все приводит к большому балагану большой проблеме. Никто никого не слушает. Каждый решает за себя. И это очень страшно, я могу вам сказать. У страны сделали прививки, и пока это им ничего еще не дало. Но должно дать, они обещают, должно дать. Вот меня пропускают культурные водители. Шабрицы, мы хотим, чтобы это было. Мы достигли, мы достигли, мы достигли, мы достигли, мы достигли. Мы достигли, мы достигли. будет на лучшее будущее конечно очень интересно что нас ждет в этом лучшем будущем до новых встреч мы еще с вами не прощаемся ваша алина натания израиля нас и про нас до встреч и вот друзья мы дошли до самого центра улица герцель которая приведет нас или к морю или от моря вот это мода натальник скидки друзья мои золотые магазины закрыты смотрите вот потому что у нас нельзя сидеть в кафе и все закрыто как по всему городу сделали вот такие вот стулчики которые стоят и вот люди пьют берут покупают кофе приходят пьют здесь сидят с больными с друзьями в ресторане уже сидеть нельзя дома в самом центре натании я очень люблю свой город очень люблю и страну молока и меда до и обещала вам узнать у маклера друзья но ни одной маклеровской конторы открыто я не увидела поэтому не судите строго как только сейчас вот я иду по улице где должна быть маклеровская контора шара эмик и перейдем дорогу я вам попробую посмотреть если открыто взять интервью спросить про однокомнатную квартиру в израиле купить натании если вы слышали в некоторых видео я сказала что можно купить новую и как сейчас я вам узнаю посмотрю или есть маклеровская контора да или есть однокомнатные квартиры здесь друзья мои меняют доллары угол всем кому надо поменять доллары здесь меняют доллары здесь улица ченджи 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 сараем и маклеров сейчас мы посмотрим или эти улицы или эти офисы открыты оптика вот все кто сделал прививку у них будет право быть в ресторане находиться посещать театры заходить вовнутрь ресторана во все магазины и закрытые места все у кого будет прививка а у кого не будет прививки не смогут ходить в театр так вот я пока что в израиле в театр не смогу ходить да вот друзья это улица сараемик но здесь нету все конторы закрыты как вы видите вот здесь чуть-чуть открыто и тоже все закрыто и вот контора сейчас я постучу спрошу хорошо шелом они мы мы в 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 среднем от 2 до 2 500 тысяч Нет, купить, купить Купить? Одна комната? Да От 500 до 700 тысяч В шекере Не новую Нет, иногда, вы знаете, вот в многостройках Они делают новые студии Я слышала, да 50 метров Выходит, вам тоже Полмиллиона Окей, 500-700 вы сказали Вообще бывает, но редко, да, такие Старьё Старьё Всё Спасибо большое, до свидания Вот, друзья мои, вы слышали Все желающие Интересующиеся квартирами Вот Маклер Он дал всю информацию На русском языке Я благодарю вас, что вы были со мной Они ему дали Коля Цуфим Они лякахте Шальте Эта метавэ халадират хэдэр Кибайте чува До свидания Продолжение следует...